всем привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня вечер понедельника и я начинаю снимать очередную серию будни вышивальщицы и сразу достаточно важная информация я в прошлой серии рассказала вам о том что во время вышивания процесса рождественская деревушка от dimensions я столкнулась с тем что у меня справа поле которое осталось намного меньше чем слева я как-то подумала что я не так посчитала наверное хотя даже сказав об этом я сама себе не верила потому что мой метод расчета не дает сбоя то есть я всегда складываю канву пополам и еще раз пополам от этого центра отсчитываю верхний левый угол и от него начинаю вышивать и я не могу себе представить ситуации при которой я ошиблась бы настолько сильно чтобы у меня так отличались поля в итоге сегодня утром у меня возникла мысль они перевышала ли я какие-то столбцы и приехав сейчас работы я начала разбираться что же произошло я увидела свою ошибку и увидела почему я ошиблась сейчас я вам покажу возможно кто-то из вас может столкнуться с такой же проблемой поэтому я сразу поделюсь информацией я не внимательно посмотрела схему и дело вот в чем схема которая была вложена мой набор состояла из двух листов и в моем понимании скажем так в моем привычном понимании наборов которые раньше вышивала я сталкивалась двумя вариантами схемы когда на двух листах первый вариант когда просто составляешь стык в стык схему и вышиваешь либо второй вариант если схема дублируется на втором листе то производитель обычно как-то и немножечко заштриховывает или обозначает другим цветом и сразу видишь там а вот эти вот столбцы они дублируются поэтому когда я увидела схему от dimensions я как-то совершенно не задумываясь не увидел заштрихованной области подумала что просто схема стык стык и вышивала и только сейчас уже целенаправленно находясь в поисках подвоха я обратила внимание на верхние цифры видите на одном листе 13 14 и на втором листе 13 14 то есть вот эти два столбца они задублированы я этого не заметила это моя невнимательность и в итоге получается что я на 20 столбцов вышила больше чем надо я сейчас на своей работе уже отметила где это место находится и все то что сейчас справа мне предстоит распустить я считаю что замечательно что я решила не вышивать вот эту всю работу постепенно а мне захотелось вчера вывести ряд до конца потому что на фоне того что могло случиться это вообще мелочи здесь мне распустить это конечно обидно но это не так обидно как если бы я заметила уже будучи где-то вот здесь когда у меня уже совсем много было бы выше то я бы тогда заметила свою ошибку но вот показываем что произошло надеюсь кого-то из вас это убережет от возможного повторения мои ошибки а может быть я одна такая невнимательная ну вот так получилось да уж пороть в принципе занятия не из приятных а порой дименшинс еще хуже особенно когда близкие по оттенку цвета в этом углу как раз работа я вообще пороть не люблю и честно у меня прям руки опускаются я не знаю что делать мне очень хочется вышивать этот процесс но я ненавижу пороть я сейчас сижу и думаю чем же себя так сказать наградить за вот эти мучения потому что пороть много долго жутко обидно и как бы эта работа не ушла в долгостроить за этого конечно вы помните мою историю с кимоно когда процесс это ложился на несколько лет просто то что это что она косячила и надо было распускать и я все это не люблю и вот сейчас здесь тоже этим заниматься мне просто дико обидно тратить на это время когда я могу вышивать а я сижу вместо чтобы вышивать я наоборот распарываю мне так обидно я не знаю как себя мотивировать это делать потому что сложно нитки перетираются рвутся не люблю конечно негатив рассказывать но таковы они будни вышивальщицы вот у меня на эти недели получились такие сейчас поролу поролу и пока сдалась и придумала для себя награду за это мне очень сильно захотелось все равно вышивать что-то новогоднее а я же не могу начинать новое у меня в планах больше не было новых стартов именно новогодней тематики до конца года я стараюсь придерживаться своих планов и я вспомнила про тот долгострой который у меня лежит и решила повышевать его напомню речь идет о наборе производителя орнамент это вот такой вот окошко в котором видно комнату камин и там то ли отдыхает то ли готовится к празднику скажем дед мороз не буду говорить санта дед мороз праздничный красивый набор я его вышивала но как я уже рассказывала немножечко не подрасчитала время закончился сезон и феврале как мне уже захотелось перейти на весенние процессы и этот дизайн отложила и до сих пор в руки не взяла так он у меня лежит комплектация здесь следующая аида 14 каунта цвейгард мулине dmc черно-белые ну как черно-белые черно-белые немного цветосимбольная схема здесь в основном бэк цветом обозначен достаточно крупные в несколько листов я их склеивала мулине вот развешаны на такие бумажки они так изначально были вложены в набор я их повесила на кольцо порядку чтобы легче было искать по номерам у меня пока лежали немножечко свалялись и я натянула на раму этот процесс посижу его повышеваю немножко сегодня уже среда я весь вечер сидела и занималась овощным алфавитом у меня была цель вышить еще одну букву и у меня все получилось я полностью закончила букву т и и это томат еще буквально несколько часов назад у меня здесь не было ничего кроме самой буквы а сейчас появились веточки красные томаты зеленые томаты и я поражаюсь тому как реалистично смотрится этот сюжет особенно мне нравятся детальки в виде маленьких зеленых помидорок но ведь это действительно выглядит так как это обычно выглядит на настоящей ветке когда поспевают одни плоды и подрастают другие так что очень красиво аппетитно получается и пока я придерживаюсь графика который запланировала это здорово с вашей поддержкой мой алфавит продвигается покажу вам еще целиком как смотрится ну и конечно мой процесс стал гораздо быстрее продвигаться после того как я навела в нем порядок помните как у меня было плохо с ниточками они все валялись в пакете я наконец-то все все их смотала на бобинки разместила в порядке возрастания две коробочки языки такие вот не все на бобинках и теперь мне конечно гораздо легче менять нитку потому что все номера рассортированы и гораздо быстрее проще их найти отчасти я думаю что сегодня я успела одну буковку вышить потому что я экономила время на поиске нужного цвета такая у меня получилась организация ну и давайте еще раз покажу красоту потому что мне кажется можно на нее смотреть долго нравится мне этот алфавит и вам я знаю тоже у меня очень хорошо пишите про него комментарии спасибо сегодня уже суббота и мой день был очень интересным потому что я наконец-то добралась съездить в гости до своей подруги марины она тоже вышивает и вышивальном мире она известна под ником час мобель в инстаграме в блогере и на записках хомяка кто пользуется этими ресурсами мы с марина уже дружим давно и объединила нас как раз хобби мы познакомились на одной из встреч рукодельницы и с тех пор у нас крепкая дружба и много интересного вместе уже мы пережили в общем я сегодня с их не съездила в гости и я брала с собой маленький процесс начала снежинку то что там была возможность немного повышевать и я как раз решила маленький наборчик взять повышевать как дорожный можно сказать мне очень нравится процесс вышивается двумя цветами бисера поэтому никакой сложности не составляет но могу сказать что хорошо что я первым вышивала фонарик потому что фонарик был легче из-за своей формы здесь форма более ломаная можно сказать по краям и нитка у меня постоянно цепляется за все вот эти вот края поэтому нужно контролировать чтобы вовремя и его снять и я сегодня столкнулась с большой странностью в набор вложены две бисерные иголки я сегодня первый день когда вышивала этот набор и я за этот день сломала обе иголки я конечно в шоке от этого потому что я не настолько сильно чтобы ломать крушить иголки я не прилагала никаких усилий но первая иголка у меня сломалась пока я была в гостях а потом когда я приехал домой я еще решила пару рядов вывышать и у меня сломал старая иголка причем мне отломилась ушка я вообще не прилагала никаких усилий я сидела спокойно вышивала и в какой-то момент когда очередной раз пришла бисерину меня просто отлетела ушка я не знаю что такое какие-то то ли бракованные иголки то ли что но я могу вам честное слово сказать я никаких сверх усилий не прилагала все как обычно такая история пока я по чуть-чуть распарываю рождественскую деревушку от dimensions я все-таки по не ломаю видимо почему это со мной произошло ну я так себя морально успокаиваю что наверное это произошло потому что у меня процесс этот орнамент хочет хоть немножечко быть еще выше там он не стоит у меня в планах на этот год и даже на следующий его не поставила это мой большой долгострой на долгострой мне как-то не получается вышивать его долго потому что схема достаточно непродуманная здесь очень много неоправданных одиночных крестиков и процесс продвигается не так быстро как обычно поэтому я не получаю того удовольствия которое я получаю обычно во время вышивания и поскольку я сейчас рождественскую деревушку понемножечку распарываю я не хочу проводить вечер только за распарыванием поэтому я немного распаров берусь за этот рождественский процесс и его хоть чуть-чуть но продвигаю зачем я это делаю потому что как говорится мелкими мелкими шажками а процесс то движется поэтому я отнеслась ко всей ситуации философски как говорится хорошо что я там быстро обнаружила что нужно пороть потихоньку этим занимаюсь не расстраиваюсь процесс не откладываю но параллельно себя поощряю продвижением вот в этой работе продолжаю понемногу вышивать маяк сейчас я работаю над нижней частью и она продвигается не быстро потому что здесь должна быть россыпь цветов забор немного песка и конечно как часто бывает у dimensions там где цветы там очень много одиночных крестиков и даже если сейчас вам кажется что вот это все один цвет желтого то ничего подобного здесь порядка двух-трех цветов разных оттенков и крестики разбросаны приходится аккуратно внимательно шить чтобы ничего не пропустить либо ничего лишнего не вышить так по крестику по крестику по два крестика понемногу продвигаюсь по идее здесь осталось не так много вот эта часть будет не зашитая поэтому мне осталось дошить вот между досками забора и все и потом все оформить бэкстича поэтому я думаю что еще на пару недель здесь точно работы есть но это нормально потому что как раз я своих планах собиралась ноября заканчивать работу и под завершение будней вышивальщицы покажу продвижение по осеннему сэмплеру я сегодня хорошо так повышевала его продолжила левый ряд границы уже начала правая границы и замыкаю рамку вокруг верхнего ряда буду постепенно продвигаться вниз и уже подматывать работу скорость на нем небольшая потому что бисером я не могу вышивать также быстро как крестика мета крестики у меня ниточкой шпарю и шпарю бисер я вышиваю очень медленно аккуратно пришивая каждую бисеринку выравнивая но нет такой процесс получается медленный вдумчивый но я сэмплером никуда не тороплюсь он у меня осенний осень еще вовсю царит за окном поэтому самое то спокойно сидеть и по вечерам продвигать этот красивый процесс а процесс мне действительно довольно получается очень интересно и я уже параллельно пока вышиваю начинаю задумываться о том как бы его оформить ну скорее всего это конечно будет в багет на стену нужно будет делать такой аквариумный дизайн потому что работа с бисером но однозначно в ящике он лежать не будет покажу еще немного поближе мою красивую работу сижу распарываю свою деревеньку получается не быстро конечно потому что много много разных цветов но постепенно я уже не расстраиваюсь отношусь к этому философски что поделаешь повышевала ошиблась сейчас распарю и во второй раз у меня получится уже быстрее и лучше все хорошо работу не забрасываю она уж слишком красивая чтобы я ее забросила и она стала благостроем ха-ха как бы не так и я буду завершать эту неделю я желаю вам хорошего настроения удачи и успехов в том чем вы занимаетесь на следующей неделе я надеюсь будет еще более продуктивная неделя больше интересное и я желаю вам обязательно каких-нибудь хороших моментов на этой неделе пока пока